фильм основан на реальных событиях чуре которых никогда не было это было неожиданно доброго времени суток мои дорогие ценители высокоинтеллектуального направления видеоблогинга именуемое трэш обзором сегодня у нас на повестке дня черный фильм черный он во всех смыслах этого слова это касается и актеров и сценария и юмора но это еще не все также не забываем что и режиссер и сценарист и оператор и композитор даже картинка фирме преимущественно черная но прежде чем бежать в комментарии и писать какой я расист шовинист машинист и пульверизатор сначала послушайте этот фильм черный и про черных и он сам на этом настаивает задумка авторов как раз и заключалась в том чтобы как следует постебаться над стереотипами про афроамериканцев об этом написано даже на официальном постере в котором говорится что они не могут все умереть первыми отсылку я надеюсь все поняли и не нужно объяснять это блин охренительно фильм вот без иронии реально шикарен с хорошим юмором куча отсылок на самые разные хоррор фильмы злодей аля коллекционер экшен сцена аля очень страшное кино действия происходят в ежене в лесу еще много всяких интересности здесь можно откопать поэтому я настоятельно рекомендую для начала посмотреть кинцо чтобы не лишать себе реального кайфа я уверен многие из вас стопудов пропустили этот шедевр как собственно и я поэтому это безобразие нужно исправлять ну а теперь тащите с кухни чего пожевать усаживайтесь поудобнее и навайте дочинать это обзор фильма а стартует фильмец где бы вы думали конечно же в хижине в лесу где прямо сейчас торчит мадама и ждет всех своих корешей ребятки решили вновь затусить вместе и как старые добрые времена как следует обдолбаться шмалью забухать заняться оргии и закинуться всякими колесами с интересным эффектом чертовски хорошая идея вот именно но планом видимо не суждено было сбыться ведь мы наблюдаем как бы хоррор видим темнокожую героиню и как жутко открывается скрипучая дверь неужели это означает что фильм продолжит тенденцию и первым порешат все-таки черную а хрен там плавал дивулю просто решил таким образом шугануть ее бойфренд не стоило записывать тебя на тайский бокс на рождество совсем одни в хижине среди леса пока не приедут остальные хотя бы предупреждать учета многовато хочешь правда диву ли не совсем права ведь здесь они не совсем одни и не дожидаясь остальных членов банды парочка спускается в игровую комнату чтобы весело провести время с агрессивным ведущим и не менее агрессивными условиями назовите черного персонажа пережившего фильм ужасов верный ответ или смерть джада пинкетт амар с крик 2 бум ты дурак что ли ваше время вышло умирать и все-таки традиции соблюдена ведь нашему прошаренному киноману всаживают стрелу прямо в горло кстати да здешний маньяк но уж очень любит стрелять из арбалета а маску то этого засранца вы видели edge bdsm вариант маски коллекционера однако вот ее мой тайские трени не помогли прописать с колена беспредельщику этот просто одной левой вырубает диву ли у а игруха все это время продолжала вовсю угорать по твоему это смешно и вот уже на следующий день сюда направляются те самые братаны с которыми они должны были зависнуть и у меня возникла очень серьезная проблема кого же мне теперь называть кучерявым упа к такому знаете ли меня жизнь не готовила но неужели мне придется всех и каждого называть по имени только не это же ладно хрен с вами этого двойника анкунку звать здесь дуэйном и как полагается она у 23 год все-таки на дворе он предпочитает долбиться в сраку эту нас элиса но это лиса в принципе никаких отличительных особенностей у этих двух барышей нет разве что они телепаты что невозможно ты не сказала ему что нам я собиралась ему сказать правда нет так и знала женщины полны сюрпризов но уже другая деваха под названием шаника заезжает на заправку где ее встречает мрачный одноглазый джо здесь же кстати она натыкается и на клифтона тот самый одноклассник который проучился с тобой от звонка до звонка но воспоминания о нем остались как о сером пятне где-то на задней парте это как раз про клифтона ты просто мутный кстати все здешние ребятки и те еще расисты не особо дружелюбны с белыми вечно от них что-то ожидают плохого и просто не лучшего мнения однако такое отношение к белым здесь вычурное опять же почему а чтобы в очередной раз подколоть афроамериканцев режиссер на отскать красавчик самой иронии у него все зашибись здесь же мы знакомимся и с еще парочка ребят этого товарища звать кингом зашибись скромное имя надо сказать но эту копию альфонсо дэвиса звать нам де к нему оказывается заднеприводные хреново относятся а причину такого отношения я ждал блин пол фильма я-то думал это ее бывший который изменял или пиздил или а юхавчики плохо отзывался а потом бросил нашел другую это ее настоящий которому это все не нравится и он жаждет момента чтобы надавать ему по щекам хотя в его случае за щеку но все оказывается гораздо проще и гораздо тупее усатый селисон типа лучшие подружки и каждый раз когда альфонсо ей изменял или ее бросал это тип подставлял свое дружеское плечо и теперь гомик на нее в обиде потому что она его простила и готова вновь раздвинуть переднем ножке но кому бы на это вообще не похер черт глядели сама у них твой портрет на стене а отличная шутка по моему да и пока местный псевдо заводил ободяжит бухло засыпая в него столько сахара что даже никакие наркотики не нужны все и так через пять минут откинуться от сердечного приступа элисон находит игровую комнату но пока сыт туда заходить а вместо этого предпочитает подолбить мозг нам де и стоило им только как старые добрые времена бортануть очкастого как тут же в доме отрубается свет и в поисках электро щитка компашка забредает в ту самую игровую комнату где электричество вполне себе работает они также находят на столку но в отличие от тех двух всезнайк эти ребятки чуть более прошаренные вопрос 1 кто такая sojourner труд откуда мне знать сколько сезонов темнокожая тетя виф играла тетя виф принца из беверли-хиллз пока ее не заменили на более светлую тетю виф и так паша 55 что означает n-a-s-p-c-n не знаю начнет похоже компашка вполне себе пока успешно борется за жизнь своего братана которая торчит у них заложниках правда вот группа дает осечку за что с морган решают снять скальп но ей пипец как повезло ведь свое время она примкнула к отряду фанатов стэдхэма и писала пацанские комменты под его постами а после вообще побрилась на лысо так что скальп ей не страшен неожиданный поворот вам не кажется и положив огромный болт на морган ребятня собираются оттуда свалить но вот какая неожиданность дверь то все заперты а стекла блин здесь пули непробиваемые и да куча плохих еще колеса на их точил их продырявил своими любимыми стрелами так что свалить оттуда не вариант и придется продолжать играть в чебурашку вдруг одна деваха смекает что если лысый кореш торчит в подвале значит ее еще можно спасти дружбу них над сказать крепче некуда как только доперли что свалить не получится тут же решили начать ее спасать хотя минуту назад бежали оттуда быстрее поноса как-то это не круто но ребятки открыть дверь и помочь лысой не в состоянии поэтому на помощь приходит ствол морган отойди я выстрелил замок блестящий план на когда за дверью ей некуда спрятаться ты шмаляешь с трехсот метров что-нибудь видите это мои очки морган попробуйте по фамилии но все это оказалось одним большим баловом потому что в дверь долбилась не лысый а наш дядюшка маньяк который открывает охоту на наших хреново адаптированных к встрече с психопатом товарищем он прямо как магнит и пока плохие словно не здесь парился компашка ныкается в игровой комнате где их блин снова заперли и пока ребятки грустят и думают кто бы из их белых друзей или знакомых мог бы открыть на них охоту чебурашка вновь хочет поиграть хотя настроение у всех чат далеко не игровое ну кроме очкастого который твердит что им нужно закончить игру ну он как бы вообще-то ну прав на сей раз задание выпало не самое приятное ребяткам необходимо взять да выбрать самый альпингольд на альпингольд среди всего этого альпингольда так что он сказал хуйню ну вообще-то да компашки нужно выбрать кто из них самый шоколадный проще говоря они должны выбрать того кого не жалко чтобы белые угнетатели быстренько порешили бедолагу задачки им конечно предстоит нелегкая ну блин шаника она вечно говорит видите прости малыш но официально ты самый черный что почему потому что ты блин африканец нам где но тут гадалки не ходи на растерзание не разумеется пустят очкастого нет несмотря на его пипец какой веский аргумент против того что он самый черный я голосовал за трампа дважды и стоило чуваку выйти на улицу как тут же в него прилетает стрела и плохишь его утаскивает а вот оставшиеся ребятки слегка жалеют о своем решении и продолжать играть они не собираются значит вас всех автоматически ждет внезапная смерть короче говоря этот коллекционер с алиэкспресс устраивает что-то вроде игры на выживание он дает им три минуты чтобы спрятаться после чего начинает на них охоту слушайте клифтон был про игры есть правила и какими бы они ни были они всегда соблюдали согласен на улице больше места останемся и будем мишенями закончил тик так мазапа и профука в добрую половину представленного им времени а то и больше ребята наконец додумывается хоть чем-нибудь вооружиться и уже ну так навскидку через минут десять после официального обращения его величества компашка решает продумать план действий но их идеи расходятся поэтому даже не смей или сам я скажу это нам о господи нам надо разделиться и наконец ребятня решает разделиться одни побегут в лес а другие останутся в доме на хуя я не хочу видеть морган я не хочу в подвал ты чё-то многовато хочешь согласен с двойным я тоже не хочу я собираюсь найти морган но вместо моргана не отыскивают долбанное логово того психопата дверь в которой это додик забыл закрыть тут блин все продумано и можно контролировать всех гуляющих по дому нариков и стул для bdsm игр с паяльником и даже колодец куда в дальнейшем можно будет скинуть трупешник другая троица же уже лишилась одного попутчика но не потому что товарищ маньяк так быстро от нее избавился а потому что деваху просто-напросто вштырила и она сидит под кайфом от колес которыми закинулась то время как оставшаяся парочка собираются переплыть озеро я переплыву они верят что мы не умеем плавать они ничего не заподозрят я вот не умею каково быть ходячим стереотипом поэтому тот самый магнит для стрел с микрофоном на башке решает залезть на дерево пока розовый будет демонстрировать нам свои навыки уклонения от стрел пока микрофон наконец не соберет яйца в кулак и не начнет с плохишем пицы и вот какая неожиданность а драться на жладе не умеет чего это тебе за марка но чертовски вовремя в башку элисон ударили колеса и она полная сил мчится помогать своему кенту чтобы надавать люлей психопату не хуже блин ван дамма и чтобы не тянуть кота за гениталии они быстренько снимают чудил маску и видят что это тот самый одноглазый джо из магазина и также ребятки замечать что ботинки дяди вполне себе целехонькие хотя совсем недавно розовая мадам запихала нож в ногу маньяку а это означает что что орудовал психопат не один хотят нифига не новость это было очевидно но видимо не для наших нариков со стажем которые удивляются этому не меньше чем если бы увидели двухглава тигра готовы давай двигайся я пойду первым так теперь я понял почему ты тормозил господи другая троица же все еще ищут лысую но вместо своей лысой подружки ребятки натыкаются на сторожа под названием white то бишь белый саня белый ну или руслан белый кому как удобнее этого дядю вся компашка кстати еще днем считали последним ублюдком и готовы были на него заяву писать как-то самого расистного расиста все я вселенной но раз уж он может помочь спасти их задницы то почему бы не переобуться верно они то в этом мастера как мы выяснили после случая с морган офицер загоняет бедолаг в тачку а сам идет проверять что-то подозрительное в лесу вот вы дурака и пока чувака нет они находят в машине ту самую маску и считает что сторож и есть наш маньяк надо сматываться стоп стоп хватит нажимать на кнопку но все подозрения улетучиваются когда пацан получать стрелу в шею а маску наказаться просто нашел в лесу ходе жесточайшей перестрелки чувакам приходится бросить гонку а самим заныкаться вентиляции сраные ублюдки сам сказал уходите ты же знаешь что я не всерьез двигайтесь я к вам залезу но наш маньячел оказывается не самый тупой придурок из всех существующих тупых придурков на этом голубом шаре товарищ выясняется посещал курсы подготовки психопатов убийц и на занятиях не дремал или залипал в тик токи а реально слушал и полученные там знания он решает применить на практике отключив блокировщик сигнала из-за чего жертва получают уведомления на свои аппараты и убивака узнает их местоположение это прям лайфхак но он кунг узнает еще более действенный лайфхак как на время отвлечь маньяка который открыл на тебя охоту и раз уж маньяк показаний тем что скатывается по лестнице нкунку хватает арбалеты шмаляет им в башку коллекционера но тот решил что помирать как бы рано вот и встал чтобы получить еще одну стрелу в спину а после схавать пару-тройку ударов по башне какой-то декоративной шнягой я была немного на эмоциях и наконец наименее брезгливый кент решает достать бумажник где долбанный маньяк хранит право чтобы после злодейских дел его могли без проблем опознать гениев очень мало и выясняется что у него такой же хлебальник как у того психа которого они вольнули в лесу оказывается это братья-близнецы которых кто-то нанял чтобы они порешили эту компашку друзей за целую штуку баксов и это все чего мы стоим 1000 долларов это оскорбительно и раз уж бежать им некуда и не на чем принимается решение остаться здесь до приезда полиции за сторожем же должен кто-то приехать чтобы не терять время зря они вновь спускаются в подвал в поисках лысый и да они ее реально находят но слегка не живую и в качестве бонуса здесь торчит еще и клифтон причем живой клифтон я начинил весь этот подвал пластиковой травчаткой собственно да клифтон оказывается и есть здесь главный злодей фильма давайте все дружно сделаем вид что это пипец какой неожиданный сюжетный поворот но в чем же его мотивация спросите вы ну помимо того что они так себе к нему всегда относились он был изгоем они не давали ему поиграть с ними в карты а после так вообще отдали его на растерзание убиваком да помимо этого всего десять лет назад именно в этот день также на тусовке всей этой компашки они его обдурили во время игры в карты он просрал кучу бабла после решил вот нажраться сел за руль и сбил насмерть какую-то девушку после чего активно чефирил на протяжении четырех лет четыре за непредумышленные вы смеялись надо мной вы усомнились а точно ли я черный вы разрушили мою жизнь надо драматизировать и да у компашки реально был шанс спокойно провести сегодняшний вечер без всей этой веселухи которые запомнятся им на всю жизнь но для этого не нужно было давать очкастого коллекционеру ну по крайней мере он так говорит видимо мы все должны забыть что первая жертва тот самый матерый киномат был убит без всякой на то причины и у него как бы не было выбора в отличие от всех остальных так что очкастый несет какой-то бред ты мне доверяешь душу и сердцем хорошо и на помощь приходит вновь телепатия хотя помнится мне еще тогда в машине нкунку не владела этой сверхспособностью а теперь это умеет все впрочем это не особо им поможет спросите почему а все просто потому что наш очкастый клифтон тоже знает этот чит код ты облажался ты сглотнул но на их счастье оставшиеся наверху парочка вдолбышей стащили у мертвяка пульт управления этим умно тупым домом и отрубают повсюду свет чем компашка пользуются и обезоруживают очкастого ну и к сожалению без слов бедолагу клифтона сбрасывают в колодец а сами они выходят на улицу дружно дожидаться полиции ну что друзья как вам кинсота по мне офигенная сюжет вполне себе ничего со средненьким правда финальным твистом разве что поворот с братьями вышел прикольным не банальным а так интересные харизматичные персонажи хороший юмор не сортирный сиська пердельные а реально хороший качественный поэтому еще раз рекомендую его к просмотру моя оценка 8 баллов из десяти можно было конечно побольше раскрыть героев поболее углубиться в главного злодея но и так все смотрится бодро и интересно и 8 баллов тоже как бы извините меня ну дохрена она сегодня у меня все спасибо что досмотрели этот ролик до конца подписывайтесь на канал если вам нравится ставьте комментарии пишите лайки и я просто пытаюсь немножко увеличить хронометраж ролика пусть и таким немножко странным способом так что все круто до круглой цифры в виде 3000 слов я дошел поэтому можно прощаться всем хорошего дня вечера утра обеда полдника завтрака и услышимся уже совсем скоро